Працовный день у альпинистов начинается о 8-й раннице на вышине 250 метров. На твердую землю яны спускаются только двойче, на обед и на приконцы рабочего дня. И такие умовы працы яны и не думают менять на комфортный офис. Что и сказать, навод уладальник фирмы, якая займается оформлением вышки, час от часу утекая от паперовых справ и деловых состреж. Павел, убылый маляр, не супрать того, как подняться на вышине в тушинах о полету и разом со своими супрацовниками пофарбовать. Я люблю сложности и новые объекты. По земле ходить неинтересно, но во все новости совсем другое дело. Во университетах на промысловых альпинистов не вучать. Але для тех, кому под твердой землей ходить не текава, в Беларуси усёшь ёсть месты, где можно отрымать гэты редкий диплом. Любой может прийти и обучаться. Требует, чтобы была, если на промышленных альпинистов, строительная профессия. Здоровье альпинистам так само проверяют зусим нияк-звычайным людям. А кроме привычных анализов – стрессовые нагрузки. Есть специальные приспособления, называют вертушками. Когда садят туда человек и начинают раскручивать в разные стороны и проверяют тем самым вестибулярный аппарат. Нагрузки у апошнича з'явилися не только у кабинета урача, але и на рынку працы. У невеликой, нише промысловых альпинистов, в Беларуси сегодня становится усё больше конкурентов. И это при том, что вышинных объектов в Украине зусим не шмат. В Бресте 8 фирм, Минске очень много, в Гомеле есть, в Кобрин, Каменец. Очень много фирм, это то, что мы только знаем. Гродзенскую талевышку альпинисты обязали афарбовать до початку кастрышника. Два месяца працы могут сдаться занадто великим термином, коли не ведать, что усе 254 метры конструкции фарбуют уручную валиками и пензлями. На вышине выкористовывает что-нибудь иншая нельга, иначе автомобили, дамы и дороги урадуются трех километров, як и башня, станут червоно-белыми.